Азов Инфо Спорт Вчера состоялось открытие Кубка Ростовской области по прыжкам на акропатической дорожке, батуте и двойном мини-трампе. В соревнованиях принимает участие более 120 спортсменов из пяти городов Донского региона в возрасте от 9 до 24 лет. Первое соревнование – развиваться. Но уже показывает неплохие результаты. Закрытие соревнований намечено на завтра, но уже сегодня стали известны победители в некоторых видах. В прыжках на акропатической дорожке первое место заняла Азовченко Екатерина Катрушенко. Какие у тебя сейчас ощущения? Не знаю. Нет? Да. А ты ожидала, что ты станешь первой? Нет. Я думала, я вторая буду. Тренер отделения прыжков на батуте Геннадий Парфенов предположил, каких еще успехов смогут добиться азовские спортсмены. Я думаю, что на двойном мини-трампе мы тоже попробуем побороться со всеми. Ну, наконец-то и в олимпийском виде все-таки мы надеемся что-то ухватить. Завтра пройдут финальные соревнования среди мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. А также состоится закрытие соревнований. Евгения Симакова, Александр Истомин, Людмила Ильихина, Азов. Четыре золота, два серебра и две бронзы привезли азовские велосипедисты с соревнований, посвященных Дню города Ростова-на-Дону и юбилею Ростовской области. Подробности по телефону и сообщил тренер с дюшор номер 9 Александр Смирнов. Ну, участвовал там Таганрог, Сальск, Семикаракорск, Азов, Ростов, Шахты. Ну, у нас участвовало 8 человек, завоевали 13 медалей. 5 человек по 2 медали, второй день и 3 человека по 1 медали. В Азове завершился первый турнир на Кубок города по смешанным единоборствам. Бои без правил проходили на площади перед подвесным мостом. Об этом в зрелищном виде спорта в репортаже наших корреспондентов. В минувшие выходные в районе подвесного моста впервые прошел открытый турнир по боям в смешанном стиле, на котором встретились бойцы из Азова, Ростова, Таганрога, Миллерово и Карачаева Черкесской республики. По словам руководителя структурного подразделения Романа Донни, азовские бойцы выступают не первый раз и уже заявили о себе на различных этапах по боям без правил, проходивших в городах Ростовской области, а также на общероссийских соревнованиях в Анапе и Новороссийске. Парни очень серьезные, настроены серьезно. Здесь представлены не только наша Лига Легион, представлены много разных клубов. Асгард, Богатырь. Ну и еще раз повторюсь, что все это проходит, естественно, только лишь благодаря поддержке Азовской администрации, на самом деле, все это смогло состояться. За что мы, на самом деле, и очень признательны. В дальнейшем мы наметили вообще целый список мероприятий, которые мы будем проводить совместно с администрацией и совместно с различными клубами и организациями нашего города и нашего региона. То есть мы надеемся, как бы, такими мероприятиями вообще, как бы, привлечь людей к занятиям спортом и надеемся, чтобы в нашем городе больше ребят реально занимались в спортзалах и конкретно, и представляли наши города на хорошем уровне, на достойном, как, например, в следующем бою. Первыми в бой вступили 22-летний Константин Буркин, представляющий город Таганрог, и 14-летний азовчанин Андрей Гончаров. Несмотря на свой юный возраст, он чемпион Ростовской области по тайскому боксу и чемпион Южно-федерального округа по классическому боксу. Стоит заметить, что на этом турнире Андрей выступал за «Легион», хотя тренируется в азовском клубе «Асгард». «Давай, давай, давай!» За явным преимуществом победа досталась Андрею Гончарову. Очень рада этой победе, так как готовили меня мой отец. Я выступал за Азову, я эти соревнования только узнал несколько дней назад. Как подготовился, так и будет. Азовчане аплодисментами приветствовали бойцов и внимательно следили за ходом борьбы. Наша съемочная группа поинтересовалась у присутствующих, какое впечатление на них произвел этот турнир. Мне лично приятно, что соревнования подобного уровня проходят в Азове, потому что спорт – сила. Дай бог, чтобы такие соревнования дальше проходили в нашем городе. Видно, бои идут, все довольны. И парням нравится, самое главное. Организаторы – молодцы. Для меня это впервые, это незабываемо, это круто. Мне нравится. Столько внимания, столько людей знакомых. Болею, очень переживаю за ребят. Для меня это тоже впервые. Это просто экстрим. Тоже болею за ребят. Готовился к бою, надеялся на победу, знал, что выиграю. Соперник был хороший, немножко не повезло ему. Желаю ему больше тренироваться, чтобы побеждать в следующий раз. И будем достигать новых побед. А что главное? Главное – дух. Дух. Не сила. Главное – дух. Быть морально подготовленным, чтобы у тебя был дух. И не сдаваться никогда. А болельщики, они помогают? Да. 95% помогают болельщики в бою. Если тебе помогают, значит, на полу минуты ты выиграл бой. Если тебя окружают, вот такие люди, как мне помогали сегодня. Этот спорт, он очень быстро развивается. Я очень рад, что он развивается. И в нашем регионе тоже. Очень замечательно, что такие мероприятия проходят от клуба «Легион». Конечно, это очень хорошо для молодежи, для развития спорта в целом. Несмотря на то, что битва за Кубок Азова закончилась, ребята готовятся к следующему открытому турниру, который состоится 21 сентября в городе Шахты. Проводит его федерация Олега Коктарова. Ивана Голубева, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Городские соревнования по гребле прошли на реке Азовка. 35 спортсменов приняли в них участие. Гребцы соревновались в двух дистанциях – 200 и 1000 метров. Среди юношей 2001 года рождения победителем стал Денис Бойченко. В старшей возрастной группе первое место у Ивана Шаульского. Лучше всех из девушек старшей возрастной группы с дистанцией справилась Татьяна Калиниченко. Футбольный клуб «Дончанка» одержала победу в международном турнире памяти Валерия Букаева, проходившем в Украине. Команда выступала в смешанном составе. В это воскресенье в рамках чемпионата России высшего дивизиона футболистки встретятся на выезде с россияночкой из Московской области. Азовские болельщики смогут увидеть девушек 1 октября на очередном домашнем матче. Первый международный турнир по баскетболу среди юношей 97-98 годов рождения завершился победой наших спортсменов. Команда «Азов-1» заняла первое место. За ними расположились баскетболисты «Ростов-1» и «Ростов-2». Гости города турецкая команда «Юст-Тепе-Спор» на четвертом месте. На заключительных двух строчках «Атаман» из «Ростова» и «Азов-2». Организаторы турнира определили 12 лучших игроков, которые получили памятные призы. И это все новости спорта на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова